приветствую дорогие друзья меня зовут улитовский анатолий я директор компании seo quick наша компания занимается продвижением русскоязычных и англоязычных сайтов сегодня я бы хотел обсудить с вами интересную тему правильное наращивание ссылочной массы в июне мы опубликовали наши исследования на блоге серпстат получили большое количество просмотров более 20000 множество комментариев лайков нам действительно очень приятно что вы уделили время нашей статье прочитав ваши комментарии я хотел бы выделить 5 основных вопросов первый вопрос ссылки поисковиков учитывают для улучшения качества выдачи ссылочное ранжирование было придумано google 1 поисковой системы altavista yahoo или в русскоязычном сегменте apport rambler они не получили той долей популярности которые имеют на данном этапе google потому что он вел ссылочное ранжирование для чего оно было введено для того чтобы улучшить качество выдачи и качество выдачи действительно улучшилось вопрос номер два эволюция ссылочного ранжирования на протяжении всего периода произошло множество ссылочных апдейтов пингвином минусинском и других конечная цель 1 качество ссылок давайте рассмотрим основные параметры качества потому что многие seo компании проверяют по 50 параметрам качества это неправильно лучше выбрать приоритеты самый важный параметр качества это региональность многие считают что самый важный эта тематика поверьте региональность более важный параметр качества к примеру рассмотрим продвижением ночного клуба в одессе ссылка с ночного клуба владивосток даст меньше результатов чем сайта афиши одесса потому что это региональный сайт там вероятность получения клиентов больше соответственно лучшие результаты следующий параметр качества эта тематика и поисковый трафик прежде чем выбрать донора для продвижения сайтов проверьте его тематику проверьте по каким поисковым запросам он уже в топе есть эти поисковые поисковые запросы пересекаются с вашими соответственно результата вы получите выше используйте для этого известные инструменты охрефс majestic seo мос серпстат кому какое нравится это уже на ваше предпочтение я люблю пользоваться охрефсом следующий параметр качества это авторитет страницы или сайта многие спорят что важнее авторитет сайта или страницы google гарри или из представитель гугла сказал что они вообще не используют параметр авторитет сайта только авторитет страницы у яндекса тематический индекс цитирования он присваивается сайту он больше информативный он не дает как такого результата первоочередно важно это авторитет страницы проверять авторитет страницы для перед продвижением сайта следующий параметр это расположение ссылки на странице так как многие из вас любят продвигаться биржами ссылок этот параметр имеет большое значение если вы продвигаетесь арендными ссылками ссылка расположена неестественно это либо нижняя часть страницы либо боковая либо какая-то другая расположение ссылок естественно в тексте дает намного больше результата пятый пункт это анкор и около анкорный текст анкор он сообщает о чем продвигаемый сайта на сайт на который ссылается бывает что без анкоры в такой ситуации без анкором помогает около анкорный текст рассматривайте эти параметры третий вопрос важность контента и ссылок в гугле 270 алгоритмов ранжирования в яндексе 800 из них 50 ссылочных но равны ли они между собой рассмотрим один из самых обсуждаемых вопросов последних лет защищенные сертификаты https со слов джона мюллера вес от сертификата составляет один из 500 то есть это 0 2 процента стоит ли концентрироваться на установке сертификата https если это не основной алгоритм ранжирования к примеру сертификат https увеличивают скорость загрузки страницы но скорость загрузки страницы это также алгоритм ранжирования я не собираюсь вас настраивать не устанавливайте сертификат я хочу сказать что концентрируйтесь на основных алгоритмах ранжирования и самый главный это контент и ссылки давайте рассмотрим стандартную схему продвижения сайтов изначально подбирается список ключевых слов вторым этапом делается технический аудит но почему технический аудит неужели это самый основные алгоритмы ранжирования если самый основной это контент и ссылки необходимо технический аудит делать тогда когда вы убедились что ваш контент достоин топ Рассмотрим популярную стратегию продвижения сайтов Brian Dino Sky Scraper Technique. Эта техника подразумевает первично проанализируйте ваших конкурентов, просмотрите их недостатки, найдите в чем их контент слабый. Второй этап создайте что-то лучше, используйте их недостатки и сделайте вашими преимуществами. И третий этап создавайте ссылки на эти страницы, только после того как вы создали контент лучше, чем у ваших конкурентов, вы уверены, что он достоин получения топа, создавайте ссылки, продвигайте ваш контент. И после этого вы можете провести технический аудит сайта, проверить на остальные алгоритмы ранжирования. Четвертый вопрос. Постепенное наращивание ссылочной массы. Многие SEO-компании, специалисты утверждают, что необходимо постепенно наращивать ссылочную массу. Только постепенный процесс помогает правильно продвигать сайты. Почему? Откуда взялось это мнение? Утверждается, что если ссылки наращивать быстро, то это чревато ссылочным взрывом. Я вам скажу, ссылочный взрыв это миф. Постепенно наращивать ссылки не обязательно. Работайте с качественными, хорошими ссылками. Чем быстрее вы сможете их нарастить, тем быстрее вы получите результаты. Это мнение подтвердил известный специалист в мире SEO Рэнд Фишкин. На своем YouTube-канале он опубликовал свое исследование и рассказал, не обязательно наращивать ссылки постепенно. Наращивайте качественные, хорошие ссылки, используя белые методы. Пятый вопрос. Ссылки на O'Fallow. Многие SEO-специалисты считают, что ссылки на O'Fallow необходимо создавать для естественности. Если у вас в ссылочном профиле определенный процент этих ссылок, значит у вас ссылочный профиль естественный, соответственно сайт может получить топ. Это миф. Давайте рассмотрим политику Google и Яндекс по тегу NoFallow, когда необходимо его проставлять. Первично ссылки на O'Fallow проставляете, когда они платные. Это прописано в политике Google. Второй момент. Проставляйте ссылки на O'Fallow тогда, когда вы не уверены в их качестве. Так где же естественность? Зачем нам создавать ссылки на O'Fallow для разбавки ссылочного профиля, если поисковики просят плохие и платные ссылки проставлять тегом NoFallow? В следующем видео мы поговорим про методы создания ссылок. Как вы знаете, есть белые и черные методы. Многие до сих пор используют черные методы создания ссылок, но биржи ссылок уже не работают так, как вчера, а завтра они не будут работать совсем. Необходимо переходить на белые методы создания ссылок. Мы подробно остановимся на этом вопросе, расскажем, как необходимо перейти и что необходимо для этого делать. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok